Утром 7 мая 2015 по пути на работу недалеко от дома автомобиль Мустафы Дегерменджи заблокировали вооруженные люди. Его мама Алие была в машине и помнит то утром до мельчайших подробностей. Выскакивает 8 человек вооруженных в черных масках, с наручниками, с автоматами. Вытаскивают сына у меня с машины, я выбегаю с той стороны. Что вы делаете? Они ему бьют по колене палкой, прикладывают его к капоту, начинают его там обыскивать. Тот день изменил жизнь семьи Дегерменджи. Всегда спокойный, сдержанный и далекий от политики Мустафа стал одним из фигурантов резонансного дела 26 февраля. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Мустафу и еще нескольких крымских татар обвинили в участии в массовых беспорядках под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. В тот день десятки тысяч крымских татар и украинцев вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Были среди них и Мустафа Дегерменджи с отцом Бекиром. Отцу, страдающему астмой, стало плохо, и Мустафа еле сумел его вывести из толпы до начала давки. Отец позже рассказывал, что после ареста Мустафу склоняли к сотрудничеству. Сначала предлагали, чтобы он дал показания против кого-то, потом пошли на другое, чтобы признал свою вину. Во-первых, я не согласен с этим. О какой вине может быть речь, если его вины там нет. Участие в митинге я не считаю виной. И сын у меня это так считает. Мустафа Дегерменджи родился в 89-м году в Судаке. Мать рассказывает, что он очень рано научился читать и писать, а когда ему было 4, мечтал стать главой сельсовета. Да, он всегда говорил, я буду самым тут главным. И, конечно, мы всегда над ним смеялись. Он говорил, что отец у него будет его водителем, а я буду мыть полы. И я когда спрашивала, а почему именно мыть полы, а он мне говорил, что у меня это очень хорошо получается. Мустафа хорошо учился в школе. За успехи в третьем классе его пригласили в Киев на президентскую елку. Деньги на поездку пришлось одолжить у друзей. А из 13 гривен, выделенных ему на карманные расходы, 11 он привез обратно. Дома они были нужнее. После школы отучился на менеджера гостинично-туристического бизнеса и работал торговым представителем. После двух лет в СИЗО Мустафу перевели под домашний арест. Браслет на ноге фиксирует все его действия. Разрешенный периметр передвижения охватывает даже не весь двор. Запрещено говорить по телефону, пользоваться интернетом и принимать большое количество гостей. Но все же дома. Всем настоящим людям огромный салам с Крыма. Всем кто поддерживал, кто просто там какие-то приветы передавал. Все мы видели, что нам это всем помогало. Этот день стал для семьи настоящим праздником, и они были уверены, что все беды уже позади. Но через полгода российские власти арестовали главу семейства Бекира Дегерменджи и обвинили в вымогательстве. Семья и адвокаты уверены, что арест связан с его активной позицией и многочисленными выступлениями в СМИ и международных организациях с целью защитить и освободить своего сына. Два года в СИЗО, сотни судебных заседаний, больше года под домашним арестом и в итоге приговор. Четыре с половиной года условно и трехлетний испытательный срок. С момента оглашения приговора прошло уже почти полгода, но апелляция не рассмотрена и приговор до сих пор не вступил в силу. Поэтому Мустафа все еще не может выйти из дома и увидеть отца хотя бы в зале суда. Мустафа